Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 мая. Сейчас я вот только что снимала видео о паутинном клеще и хочу вам рассказать интересную историю. Пока я тут шарилась, искала паутинного клеща, я увидела, что какая-то вот летает белая такая маленькая мошечка. И как я в прошлом году, в позапрошлом году у меня люди спрашивали, как вы боретесь с белокрылкой? Я всем отвечала, да у нас нет белокрылок, у нас вообще не бывает. И тут, увидев эту белую мошку, я заинтересовалась, раз посмотрела, о чудо, здравствуй белокрылка. Первый раз в жизни, вот почти в 60 лет, я увидела белокрылку. Я ее представляла, конечно, совсем не так. Мне вот соседка, я ходила два года назад, хотела посмотреть у нее белокрылку, там были такие здоровые бабочки, а это маленькая. Но все равно это точно белокрылка, я определила, потому что на обратной стороне листа, это вот она с этого, с перца, с колокольчика полетела, вот эти вот беленькие ее кладки, это точно белокрылка. И теперь, вот знаете как, с одной стороны я, конечно, расстроилась, потому что я много читала, что она трудновыводимая, что с ней бороться невозможно. Но с другой стороны у меня даже какое-то, ну как, такое приятное чувство возникло, ну хоть раз в жизни я узнаю, что такое белокрылка и действительно ли от нее нельзя избавиться, действительно ли она такая коварная. Я вчера села, весь вечер всю информацию прочитала. И вот все, что я буду говорить сейчас, это чисто теоретически. Я еще ни разу не боролась с белокрылкой, я в прошлом году тоже писала и видео снимала, я говорила, что со слов вот моей соседки Веры, как она борется, они там эскипидар применяют и все. Я сейчас расскажу, какой план борьбы будет у меня и что мы должны знать о белокрылке, если вдруг появилась она у нас первый раз. Вот хорошо я ее увидела в таком зачатке, что прям их несколько штучек. Я всю теплицу обшарила, больше не нашла вот в одном месте и на обратной стороне листика, вот там совсем немножко. Как узнать, что есть белокрылка? Я вот сейчас пойду проверять все теплицы, но вчера вроде проверила. Если в теплицах с томатами есть белокрылка, вы обязательно ее увидите, если пройдете и вот так вот потрясете томаты, вы начнете встряхивать. Если вспорхнут какие-то маленькие белые такие вот, а не бабочки, не бабочки, вот прям как сориночки кошечные. Может они просто молодые пока, потом может они так разлопушатся. Это значит белокрылка. И вот если вы узнали, что у вас есть белокрылка, вот на первом этапе можно обойтись борьбой такой. Я вот, например, если найду где-то в одной из теплиц белокрылку, явно, что там нет, и если она есть, то только вот в самом начале, может быть, их совсем там мало, несколько штук штучно. Возможно, я занесла туда. Я сейчас расскажу, как ее можно распространить по всему огороду занести. И вот на первом этапе, возможно, помогут вот эти липкие ленты желтые. Я раньше вешала на яблоню, но это эти весной, когда вот эти яблоневые плодожорки летят, чтобы прилипали туда бабочки, мотыльки всякие. И вот написано, что если у вас только-только начало и совсем мало, не обязательно все травить, делать опрыскивание. Достаточно желтые вот эти липкие ленты приложить и, конечно, стряхивать, походить, постряхивать. Потому что если вы липкую ленту при, ну как, повесите, но не растревожите вот этих белокрылок, то они так и будут сидеть. Сидят обычно на нижней стороне листа. И так же, как паутинного клеща, ее можно первое время вот долго-долго не заметить. Если бы я из-за клещей не начала шариться и шерудить вот эти все свои посадки, возможно, они бы так сидели на перце-колокольчике вот с нижней стороны листа. Размножались бы, понемножку посасывали бы его. И все бы было тихо-мирно. Но раз я растревожила, увидела, значит, будет в начальном этапе моя борьба. Потом, если вот вы нашли не в начальном этапе, а намного позже, тогда нужно уже использовать различные средства. Но я не знаю, как народные средства. Народные средства я знаю только отпугивающие. Вот везде пишут, что если вы боитесь, что... Вот я, например, сейчас боюсь, вот у меня здесь белокрылка, а те теплицы у меня, допустим, еще стерильные. Если я боюсь, что туда тоже прилетит белокрылка, мне нужно срочно делать чесночное опрыскивание. Чеснок настаивают на воде несколько дней, опрыскивают истра, и все стенки, и томаты, и все. Ну, просто делаем профилактическое опрыскивание, про которое я говорила, чесночное опрыскивание от фитофторы. Люди некоторые так и так делают, но вот тот, кто чесноком опрыскивает, у того обычно не залетает туда эта белокрылка. Они не любят. И говорят, что другие насекомые тоже туда не пойдут вредители. Они не любят этот запах чеснока. Все. Если у вас нет, но вы боитесь, я вот буду обязательно делать, покажу вам, как будут делать, потому что я боюсь, что и туда заселятся вот эти белокрылки. И эти белокрылки везде пишут, что даже, возможно, что за один год от них не избавишься, потому что мы убьем вот этих бабочек сейчас вот препаратами, вот этим если брызгать, и тоже препараты их бьют не все, убивают не все. Например, вот указано, что конфидор, здесь указана именно белокрылка. Если не указано, вот, например, окарин, тут паутинный клещ указан, что убивается, а белокрылка нет, значит, им бесполезно обрабатывать, не нужно. Будете зря тратить время, белокрылка еще не всякий препарат возьмет. Вот есть, и опять же, на личинке эти препараты не действуют, вот поэтому сложность. Мы сейчас, перед тем, как обработать, если это контактного действия препарат, нужно ее растревожить, вот она начинает летать, и тут же брызгать. Убьем мы опять вот этих взрослых особей, все точно так же, как с паутинным клещом. Поэтому эти два насекомых-вредителя считаются самые такие зловредные, потому что их надо, чтобы уничтожить, надо несколько раз, несколько раз, а возможно, придется теперь весь сезон обрабатывать. Взрослых сейчас уничтожу, вот эти, которые на той стороне листа, яички или личинки, но все равно как. Они очень хорошо укрыты, и на них никакие инсектициды не действуют. Вот мать природа позаботилась о сохранении рода белокрылки, предохраняет их. Когда они выведутся, самые взрослые, нужно еще раз обрабатывать. Опять растревоживать, опять обрабатывать. Когда следующие выведутся, нужно еще раз обрабатывать. И у некоторых людей, у кого осенью была белокрылка, и они не истребили полностью, эти личинки зимуют зиму, оказывается, и могут весной вот так выклюнуться. Откуда берется белокрылка? Белокрылку можно принести с грунтом, белокрылку можно принести, говорят, даже на обуви. Поэтому особо вот такие осторожные люди, я даже читала в комментариях, войдя в свою теплицу, они переобуваются в чистую обувь, в которой они не ходят по улице, не ходят к соседям в другие огороды, не ходят никуда, только в теплицы. Я сначала думала, что это вот такой у людей какой-то пунктик, может быть, зачем. А теперь, когда я начиталась про белокрылку, можно белокрылку занести просто вот с грунтом на своей обуви. И она там прекрасно размножится. Можно принести с базара. Вот купили какой-то красивейший цветочек, и в этом грунте будет маленькая личинка белокрылки, она потом размножится. Короче, даже не важно, откуда она к вам пришла или приехала, главное тоже вовремя ее заметить, начать вот такими безопасными методами, липучками сначала. Потом уже липучки, если не помогли, и если она у вас размножается с огромной скоростью, она очень много делает, большие кладки, тогда, конечно, нужно обязательно вот обрабатывать инсектицидами. Ну, кто не любит препаратов химических и инсектицидов, опять есть народные средства. У нас на каждого вредителя есть народные средства. То же самое. Водно-масляный раствор основан на том же, листья у нее слипаются, она не может, вот у нее все это, все жизненные процессы у нее как замирают, и она погибает. Но это все опять то же самое. Взрослые погибают, личинки будут вылупляться. Надо еще раз, еще раз и еще раз. И вот этим масляным раствором нужно обрабатывать постоянно. Некоторые люди, вот свои, кто впечатление о белокрылке пишут, они говорят, что в течение всего лета борются, но побороть не могут. Вот что-то где-то остается, она очень быстро опять разрастается. Мы будем пробовать. Я, конечно, буду вам показывать. Я вот сейчас начну борьбу. Я еще от белокрылки не обрабатывала. Еще мне надо ехать, вчера только обнаружила, еще мне надо ехать за желтыми липкими лентами, на крайний случай, все-таки возьму. Еще мне надо проверить все теплицы. Я вчера вроде так вечером пошебуршала, вроде нет, но все равно. Надо там опрыскивать, чесночным опрыскиванием. Если я уже знаю, что у меня в этой теплице, в придомовой, есть белокрылка, у меня всегда есть опасность, что я как-то ее разнесу по всему огороду. Чтобы не разнести по всему огороду, чтобы она хотя бы в тех теплицах не прижилась, я там сделаю чесночное опрыскивание. А вот эту теплицу я обработаю нормальным, сильнодействующим инсектицидом. Вот те все там перцы, томаты, огурцы я не буду трогать. Обработаю и на первом этапе убью всех взрослых особей. Через несколько дней прочитаю точную инструкцию, я повторю. Конечно, борьба с белокрылкой я знаю, хоть и понаслышке, но это знают все. Она сложная, она комплексная. Можно делать и то, и другое, и только все в комплексе это будет. И все, что буду делать, буду вам показывать. Я надеюсь, что я, если уж не до конца ее искореню, то хотя бы сделаю, облегчу жизнь своих растений, уменьшу ее до такого количества, что она не повредит им, не высосет все соки. Точно так же листогрызущая, сосущая, так же, как паутинный клещ, все она это прокалывает, все она это там высасывает. Кстати, высасывают и сами белокрылки, высасывают даже те личинки, которые она отложила на листьях, вот там личинки, которые сидят на листьях, они тоже питаются соком наших растений. Нужно их, конечно, как-то искоренять. Тут будут, тут у меня в ход пойдут все, и народные средства, и химические препараты, и все. И если кто-то неправильно понял, вот когда я снимала видео, не увлекайтесь агрохимией, я же в конце сказала, что, конечно, в борьбе с насекомыми, вредителями, агрохимия незаменима. Просто не увлекайтесь, я имела в виду, что не повторяйте все бездумно, все, что вы увидели, все, что вы услышали. И каждая подкормка, каждая обработка должна быть обоснована. Вот сейчас я буду обрабатывать, если свои растения, я точно знаю зачем. Для того, чтобы убить белокрылку, для того, чтобы убить паутинного клеща. Все. До свидания. Будем бороться.